Мы с вами коснемся вопроса, с какой степени надавливать на наше тело, чтобы получить больший эффект устранения застой римфы. Всегда же хочется так, помочь себе. Речь, ну тогда точно изменится. А вот здесь как раз этого делать нельзя. Мы начинаем с вами всегда с диагностики, всегда с левой стороны. Кладем свою ручку вдоль ключицы. Вдоль ключицы. Я поставила пальчики, еле-еле они у меня стоят. Мы начинаем диагностику состояния мозгового кровотока. Мы ничего не даем. Тут столько лимфатических подкожных узлов у нас, что ощущение может быть даже с того, что я положила пальцы. Уже мы точку в голове можем показать, которая начала у нас застойная зона убираться. Да, какая-то точка. Вот здесь. Вот правый, затылочный, лимфатический регион. Переходим на теменной, положила пальчики и начинаем двигать. Еще раз тот ритм, который я вам рекомендую, когда вы только начинаете с собой работать. Напряжение в сторону ее грудинки. Расслабление назад. Пальцы стоят на одном и том же месте. Напряжение назад. Расслабление просто возвращаемся. То есть работаем только с подкожно-жировой клетчаткой, где лимфа узнен. Напряжение, расслабление. А теперь я делаю напряжение и потянула. Как бы кошку за хвост тяну, а она в норке там сидит и не может вылезти, потому что облелась. Мы ее тянем, тянем. Откуда мы сейчас тянем эту застойную поверхностную лимфу, затылка? Не есть сила и эффект, а есть чем слабее, тем больше мы возьмем с вами устранение ишемических зон, потихонечку тяну, которые у нас есть в теле. Устраняем, тянем, тянем. До тех пор, пока вы не почувствуете, что произошло. Или устранение вот этого дискомфортного ощущения в затылочности. Либо совсем оно уберется, либо чуть-чуть станет легче. Вот что мы сейчас имеем? Облегчение. Облегчение где? Конкретно. Где у нас идет облегчение? С левой стороны. С левой стороны. Мне можно уйти отсюда? Можно. Можно уйти. И я ухожу. Когда вы контролируете и чувствуете свое тело, вы получаете результат. Теперь я наоборот, чтобы вам было видно, я по-другому. Я большой пальчик положу вдоль ключицы. Вот он у меня, венозный уголок. Положила. Пациентка сидит, расслаблена совершенно. Вы когда себе делаете, вы расслаблены. Положила пальцы. Просто положила, я изменила диаметр периферических капеллян. Уже откуда ощущения нам диктуют? В том же месте у нас сейчас ощущения и в другом месте головы. С правой стороны. С правой стороны. То есть тоже место мы повторяем. То есть мы еще раз подтверждаем, что мы нашли зону, чемей застойную. И значит в следующий раз мы должны вот так вот поставить пальчику, уже не найти ее. Положила рукой, как бы прилипла совершенно. А теперь делаю движение такое, которое делаю слева. Напряженница. Расслабление. Напряжение. Расслабление. Напряжение в грудине. И потянули, потянули, потянули мышку за хвост. Но нельзя хвост оторвать от тела у мышки и у кошки. Поэтому убираем застой. Убираем застой. Откуда тянем сейчас? То есть ощущение, что сливается все. Вот. Видите, как это будет. А как почувствовать лифу? Я говорю, так надо чувствовать. Тогда и почувствуйте. Люблю. Если вы не слышите себя и делаете что-то телу, ну это же нет результата, потому что мы не знаем, где мы не доделали. Что мы еще с вами правильно не сотворили. И нужно и повторять. Сколько раз делать? Да у каждого по-своему. И какая степень у нас за ишемией, такая будет и такое время воздействия. Вот так правильнее сказать надо. Я могу уйти отсюда? Да. Да. Стало легче. Да. Однозначно. Ясность в глазах. Ясность в глазах. Вы, говорит, сколько платите, говорит, своему пациенту, чтобы вас, чтобы они сказали неправду. Ну, приходите, мы посмотрим вашу пациенту, и вы будете сами себе врать. Так, сейчас мы переходим к следующему этапу. Мы сделали вдоль ключички. Это вот одна труба у нас идет вдоль ключички, лимфатический застой смотрим. А теперь мы общую сонную артерию, это вот ключичка у нас, от ключички к ладу пальчики вдоль общей сонной артерии, не ищу никакой пульсации. Просто вот сюда ставлю пальчики. В любом случае, мы здесь находимся в области общей сонной артерии. Просто поставила пальцы, где ощущения в голове. Каждая зона требует сначала диагностики, затем коррекции. И оценки результата коррекции. Я очень легко слила. Все спокойно, то есть ничего не слушаете? Ничего. Все. Значит, я сейчас сделаю движение теперь. Она мне разрешает сделать движение. А вы сами себе разрешаете, если вы себе делаете саму массаж. У нас отдельный онлайн курс. Как самому себе делать лимфатический массаж? Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Напряжение. И опять я потянула мышку с ножки. Опять тяну, 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 тяну. И ловим. С какого места мы сейчас убираем лимфостаз. А заодно у нас освобождаются сосуды периферические. То есть снижаем внутри черепное давление. Знаете, расширяется область снятия напряжения. Напряжение в голове? Да. Оно больше как шапочка? Да, оно больше как шапочка. Вот эта шапочка уходит? Да, эта шапочка растворяется. Растворяется. Растворяем шапочку. Слушаем, когда перестать ее растворять. Потому что все хорошо станет, и мы больше не будем делать. Так? Можно добавить правую, наверное. Ага. Сейчас мы переходим к правой стороне. С левой отработали. Пациент нас направил в правую сторону. А мы симметрично. Мы всегда должны повторить симметрично. Ориентир. Ключичка. Выше ключички. Кладу три пальчика. Легонечко. Соприкасаясь, уже пошло ощущение, да? А теперь делаю движение. Напряжение. Тяну. Расслабление. Напряжение. Расслабление. Напряжение. А откуда я тяну сейчас, Зайка? С правой стороны. Вот с центра. Начиная с центра и вниз. С центра. И вниз. Именно это у нас. Затылочная. Правая затылочная. Это обычно проблема сигловидной кишки. Опа. Закрывается левый венозный угол. И правосторонний мозговой правотушек. Здесь имею свою зону пристроительства. Зона ишемии. Тяну, 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 тяну. Когда вы че-не скажете, я уйду. Уходите. Окей. Перераспределяем. Сейчас обязательно должно быть время перераспределения. Потихонечку, работая, достигнув результата, мы идем дальше. А дальше мы уже повышаем, поднимаемся с вами до самой важной зоны. Вот у нас ушко. Вот здесь идет внутрь мозга. Вот здесь идет внутренняя сонная артерия. Вот я на нее становлюсь. Здесь вы можете слышать и пульсацию. Голубочку она сама наклонила. Мне сюда камни немножечко, чтобы я лучше пропала. Это у нас идет место, очень важное для внутреннего мозгового кровотока. Я даже пальцы держу. Чувствует голова? Да, запульсирую. И убираю застой. И еще раз становлюсь на этом местечке. И повторяю, как полагается. Напряжение, расслабление. Напряжение вниз. Расслабление назад. Напряжение вниз. И ловим, откуда тянем. И додерживаем. Сейчас вот это снижение. Внутри черепного давления. Откуда тяну? Ах, как хорошо там. Сколько же можно, чтобы там болело? Ой, пожалуйста. Да, вот мы сейчас и снимаем все эти шапочки. Кто эти шапочки называет? Как металлическое у меня что-то надели. Вытягиваю, 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 вытягиваю. Дошла. Красота? Да. И оставалось внутреннее осонное с этой стороночки отработать. Но вы всегда проходите полный цикл. Я все это показываю. И многократно на разных пациентах. И показываю это в онлайн курсе для самостоятельной работы. Будьте здоровы с легкой головой.